амигос всем привет на связи романов владимир и сегодня я расскажу вам о том что же делать с исполнительным листом после того как вам наконец удалось его выцарапать из когтей российской правовой системы кто следит за моим каналом знает что недавно у меня было судебное разбирательство со страховой компанией которая отказалась выплачивать страховое возмещение в полном объеме по дтп буквально на прошлой неделе я получил два исполнительных листа и по одному из этих исполнительных листов уже сегодня получил возмещение в этом видео я расскажу вам пошагово что конкретно нужно делать для того чтобы во первых не попасть в просаг во вторых чтобы получить свое возмещение быстро и так пункт номер один точнее шаг номер один после того как вы оказались дома с исполнительными листами обязательно снимите копию с этих исполнительных листов вы можете их сфотографировать на телефон либо можете снять полноценную копию на сканере вам это пригодится в том случае если с исполнительным листом что-либо случится например ваша кошка его раздерет или вы его потеряете или вдруг отнесете его в банк и банк его где-то у себя внутри затеряет просто в данном случае вам будет намного легче восстанавливать копию данного исполнительного листа суде повторно шаг номер два вам необходимо понять куда нужно отнести исполнительный лист ни в коем случае не относите исполнительный лист в страховую организацию потому что там он наверняка либо затеряется либо пропадет либо с ним еще что-либо случится если вы хотите получить выплату быстро необходимо нести исполнительный лист непосредственно в банк который занимается обслуживанием расчет на кассовых операций данной страховой компании если вы вдруг не знаете что это за банк делайте просто выходите на сайт страховой организации залезайте в раздел контакты в разделе контакты как правило есть полные реквизиты страховой организации и там в реквизитах вы сможете узнать биг банка и наименование банк который обслуживает данную страховую организацию после этого просто звоните в банк задаете оператору вопрос а куда можно отнести исполнительные листы в каком порядке и когда вы услышите номер отделения и адрес отделения соответственно вам ничего не останется кроме как перейти к шагу 3 шаг 3 вам необходимо взять оригинал именно оригинал вашего исполнительного листа потому что по копиям выплата не производится и добавить к этому оригиналу исполнительного листа еще заявление в двух экземплярах с просьбой к банку произвести выплату страхового возмещения по этому исполнительному листу зачем писать два заявления это необходимо для того что одно заявление банк оставляет у себя другое заявление банк вернет вам с отметкой о том что он принял данное заявление а также исполнительный лист в такой-то такую-то дату в такой-то день и после того как вы успешно подадите документы в банк выплата будет произведена в течение трех рабочих дней то есть в моем случае допустим я подал первый исполнительный лист в альфа банк в четверг и уже в пятницу я получил выплату по данному исполнительному листу как вы видите все довольно просто необходимо только следовать определенной тактике не допускать явных и грубых ошибок и правда будет на вашей стороне и так чтобы все резюмировать я скажу вам следующее номер один обязательно судитесь со страховыми компаниями обязательно отстаивайте свои права в том случае когда вы действительно правы номер два для того чтобы быстро получить страховое возмещение необходимо следовать определенному алгоритму не допускать базовых ошибок и все будет хорошо и номер три я желаю вам новых больших побед не только над страховыми организациями но и в целом по жизни если есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях ставьте лайки и до скорого пока пока